Так, а я не понял, какого хуй ты стремишь? Я же избавился от того мужика на крыше, или я избавился не от того? Блядь, видимо от того, потому что я вам рассказал то, что я перезванивал. Меня слышно? Алло. Да, здравствуйте. Я перезваниваю, блядь, и говорю, здравствуйте, мне уже 4 дня не могут починить интернет. Вот, я говорю, посмотрите там по своим записям, отправляли ли вообще кого-нибудь ко мне? Вот, и он говорит, да, отправляли. Я говорю, и какой результат у вас там написан? Он говорит, не написано. Я говорю, а он вернулся вообще к вам там, типа? Он говорит, не написано. Все, блядь, ну, я не знаю, скорее всего, чел ебнулся с крыши, блядь. Или хуй пойми, я не знаю, что случилось. Да, я говорю, какой результат-то нахуй? Сейчас, секунду, я... Хоба. Все, поехали, господа, погнали. Погнали смотреть ролик, с которым... Я видел, но не видел. Короче, я видел первую версию этого ролика, она была пиздец какая скучная. И мы отправили ее на перемонтажку, и вот я не видел вторую версию ролика. Даня 45 тысяч, нефт у вас, любая машина. Мы должны ее сами подобрать, купить, подготовить. И отправиться в пустыню. Мы почти приехали, господа. Да, что-то Игорю Члениксу, блядь, что-то грустновато за Кхуэлем ехать, потому что он не в Хламидии ехал. Смотри, ну Игорю Члениксу не нравится. Он грустит. Он грустит, потому что он едет не в Хламидии. Мы почти приехали, господа. Значит, вот в эти моменты, ну, буду вам 10 тысяч историй рассказывать. Вот в этом моменте я ненавидел Заквейля, потому что мне уже надо было нажимать газ постоянно, или у меня машина заглохнет. И он ехал, и просто едет-едет, помните, я рассказывал, останавливается. И такой смотрит на гугл-картах, блядь. Это просто полевая дорога, и он такой, куда ехать? А у меня каждая остановка и каждый старт, это, ну, почти машина глохнет, нахуй. Машина дожила. Во-во-во, там пыль поднимается, блядь. Я вот за Закхуэлем этим еду, ёлка. Просто сказал, что нашел очень крутое место, и доехать туда можно зашли. Вот, дамы и господа, я прошу прощения, можете посмотреть. Он чуть-чуть не дожил уже, как бы, еще до самого главного мейн-ивента он чуть-чуть не дожил. Но, наверное, я сейчас вам могу вкинуть. Это был просто мячик, который мы обклеили плиткой. И это один из хламов, который я планирую сегодня разыграть. Я его сдул специально. Вот, но у меня есть этот мячик, который был, ну, в машине. Вот, тут пони. Это My Little Pony. Вот, смотрите, я так могу растянуть. Вот, тут пони. Это был мячик с пони, и мы его обклеили просто плиткой зеркальной, и получился диско-шар. Вот, это вот пони. Это я сегодня разыграю. Ну, помимо этого, есть у меня еще что разыграть, да? Вот. Ну, ладно, на экране вы видите еще одну вещь. Как вы можете заметить, трусики-девчули висят на зеркале. Че за запах, блядь? Почему они в говне? Вот, трусики. Это тоже сегодня будет разыграно на страйме. Блядь, какой охуенный люк. Ну, просто песочница какая-то. Нет, а туда мы много ехали, кстати. Там еще был контент, вырезали дохуя. А последние часа два мы ехали. Ну, ладно, час, на речнике. Сейчас опустились, сейчас уже все нормально. Тест, делаем мини-песочницы. Блядь, жалко, сука. Проверим, сейчас проедем мы не закопаемся. Ты че? Все, отсюда мы не выйдем. Как же охуенно сейчас. Закопаемся. Ты че? Все, отсюда мы не выйдем. Бляда, легко, она легче, чем Макан едет, серьезно. Да, Макан. Кажется, мы застряли. Мы не застрянем, кстати, у нас колеса релье. Да, мы не застрянем, я заглох там. В списке. Смотри, тут надо сейчас развернуться и обратно. И обратно что? Хорош, хорош, хорош. Надо на скорости, иначе не заедем. Меня не втыкается скорость. Почему? Потому что ты хлам купил, да? Звуки, топовые звуки. Я хочу еще звуки из Тома Джерри. Вот это. Вот такие всякие топые. Алло, Игорь Членник, в следующий раз звуки из Тома Джерри. Пожалуйста, давай, родник, идувай! А они опять застряли. Не знаю, пойти потолкнуть. Замечайте. Заметили, да, то, что я сижу в машине, потому что я не могу из нее выйти, или она заглохнет. Это я буду повторять миллион раз. Ну, правильно, тут правильно заквель делает, закапывается еще больше. Ну, это мастера. Напоминаю, гараж заквели, называется канал, чел закапывается. Чего, блядь? Мы это не вытолкаем. Лопату брали? Нет, траки у нас есть. Да, но мы забыли лопату, да. По ощущениям, у меня он будет, что не правый крик. Вот я, это я там. Все под контролем. Я думаю, так и задумано. Санд-тракер. Да, да, санд-тракер. Давай санд-тракер. Стравлю колеса. Бля. Я охуел, кстати, оказывается, прикиньте, нам, ну, мне еще потом сдували колеса для того, чтобы зацеп с песком был получше. Это, кстати, вот пустыня. Ну, сколько? Ну, 40 квадратных метров пустыни мы нашли. Я смотрел Ландау, реакцию Ландау, и они думали то, что мы в Москве живем, а они такие, блядь, где они в Москве найдут пустыню? Они че, ебнутые? Во-первых, в Ростове, вот чем тебе не пустыня, блядь, вот, ну, типа песок. Все, заебись. Ну, там, песочек. Полчаса они этой хуйней занимались, чтоб вы понимали, вот, моя нога должна была все это время делать так. Я правую ногу просто накачал, блядь. Вот, серьезно, я вот так вот просто сидел ногой постоянно делал. Все нахуй время. А, и самое главное, потом оказалось, что это зря, потому что я все равно заглох, и, значит, я бы мог бы просто выйти. Ну, а зато мне не пришлось работать и выкапывать машину, так что лучше бы я сидел. У меня там вентилятор, и, ну, нет. Сосать. Я это не видел, кстати, я вон в машине сзади сидел. Ну, нормально. Нихуя себе, блядь. Ебать. Ебать. Это я, мне не нравится. Я там внутри снимал видео, между прочим, нихуя не вставили. Сколько-то выйдешь, и, надеюсь, когда-нибудь будет найти. Сандтраки. Да, выехал, выехал. Минут 30, наверное, сейчас вытаскивали гостину машину. Сейчас посмотрим, как Кирилл проедет в легкую вообще. Пошел, 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 нормально, нормально. Ну, ну, чуть-чуть заглох. Это вырезать. Ну, 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 там заглох чуть. Не, нормально, нормально, сейчас будет, смотрите, я мастер, ну, типа, я гонщик. Видали, как прогазовываю, ну, для контента, как форсажер. На похуй проехал. Просто похуй. Заквель там, о, сюда, спасибо за донер. Видали, блядь? Ну, типа, Зак там что-то застрял. Отлично. Поебать. Проверочная числа, нормально. Я выехал, ну, там, правда, были читы, уже лежали. У меня руль крутился во все стороны сам. Но все получилось, это из-за диска шара, 100%. Сейчас смотрим еще одно местечко, еще вообще не основная территория, куда мы собирались ехать. В этот момент ко мне должен был подойти Дима и меня обнять, и я бы крикнул, а-а-а-а, как бабки, типа, у подъезда кричат, а-а-а-а. Он, типа, мне респектанул жестко, то, что я смог выехать. Ну, мы просто увидели, что это клевое место по карте, вроде как. И решили, а чего бы нам не заехать, не потренироваться. Тренировка прошла. Успешно. Че-то, крестик, наверное, не поможет. Поехали. А, будет? Не здесь, что ли? Лужу объехал. Бля, охуенные кадры. Бля, посмотри на эту лосточку. Бля, посмотри на это корыто, ебаная. Бля, ну, ну, по центру, мне кажется, тут очевидно, кто побеждает. Типа, при зрительских симпатии, мега очевиден. А, кстати, увидел комментарии, то, что вы дураки, вы не закрыли номер машины, вот, и все такое. Я вам могу сказать, то, что эта машина, нахуй, на меня не зарегистрирована. Я вам больше могу сказать. Я напоминаю, я с этой машиной ничего не могу сделать, потому что она под арестом находится в моем сне. В моем сне эта машина находится. Да, ладно, надо было замазать номера, короче, сэрю. Это очень хуже. Стали на подвеску, да? Смысл куда-то ехать дальше, если Костя второй раз застрелит? Сколько раз ты застрелил? Чтобы вы понимаете, я тут жестко бешусь, потому что он всегда, вот, до этого момента, он всегда передо мной останавливался. И вот эти гугл-карты, нахуй, смотрел. Все дела, ну, типа, это, ну, пиздец полный, блядь. Ну, и мне надо, напоминаю, сидеть, блядь, делать. Ну, я заебался, пиздец. И тут он еще останавливается прям перед горой, блядь. Ну, перед холмом. Ну, я только загну. Ну, это не считается. Толкани Костю машиной. Не с разгона, аккуратно, не с разгона. Я не сумею, я не сумею, нет. А что, почему? Я не умею медленно ездить, блядь. Сука, мне страшно, пиздец. Да не бойся. Бери, 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 бери. Охуйня идея, блядь. Хуена, я наделся на его фаркот, а? Скринь, я наделся, блядь. Блядь. Сука. Ты расстроен, да, штабар? Я даже не могу его посмотреть. Можешь мне сфоткать хотя бы? А ты можешь выйти, давай. Не могу я выйти, у нас заглохнет. Да, блядь, 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 твою мать, ты, а ты, сучка. Дубль-два, хуже. Хуже? Да. Подтолкни меня, только медленно. Там Дима сказал все, что-то еще хуже. Оторвалось там рефрижератор, карбюратор. Вакуума нет вообще. Топовые шутки. Я опять не могу вылезти из машины. А у нас что, всего три комута? А это все? Я вообще король положения, я могу сидеть весь день здесь, потому что если я брошу газ, то машина закохнет. Поэтому все что-то ходят. Игорь грустный, вон в песке копался сейчас. Поэтому все что-то ходят. Игорь грустный, вон в песке. Дамы и господа, сегодня будет разыграно. Прямо оттуда. Она порвалась, я ее заклеил скотчем. Но прошу внимания, да, вот. Прямо из хламидии. Во-первых, пахнет. Во-вторых, грязная. Но она не просто так грязная. Она в тех самых песках пустыни грязная, блядь. Вот. Это тоже сегодня, ну, как бы на розыгрыш бом-бом, блядь. Я копался сейчас. А я на кайфе. Я всегда вот тут вот сижу, отдыхаю. У меня вентилятор, люк. Так, сейчас будут извинения. В смысле, извинения? У нас осталось ровно три комута последние. Вот. Принц. Заметили, он такой плотный весь, мокрый. А я сижу. По-моему, его машина даже не изменилась. Она так и выглядела, на самом деле, вот. Нет, у него клемма, нахуй, снизу висит. Я не знаю, что это. Пробую позаводить. Что такое клемма? Вот клемма. Топовая. Сейчас он починит. Да, да. Чинилась? Пошел, пошел. Ну, завели нормально. Кстати, заметили, у меня вот здесь вот трава лежит. И машина очень была горячая. Они у меня просили траву, чтобы тонкать машину. И потом обратно мы клали эту траву. Пошел, молодец. Светлана макал, блядь. Садняя. Блядь, это передняя, ебаный рот. Нет. Сейчас пойдет. Раз. Да нормально. Два. 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 Полухода, разгоняешься назад. Понял? Как только машина дернется, она тянется трос. Брасывай газ, чтобы не оторвать ничего. Прям не сильно, реально. Он меня иначе вырвет ось передним. Все понял? Я ничего не понял. Больше, 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 больше газа. Волнали. Стой. Это я сделал. Да зафиг. Я гений хламидия тащи. В любом смысле, кстати. Бля, гоняю, сука. Машина богов. Какая же она охуенная. Это была тупая идея. Заквейль говорит, поехали. Там, наверное, пустыня за этой лесополосой. А потом мы приехали, и нельзя было развернуться, и надо было задом сдавать, а я не очень умею. И мне приснился сон, этого точно не было, что я уебался там в дерево, и это не вошло в видео, потому что... Ну, сны не входят в видео. Я заглох опять, когда сдавал на сна. Под нами дерево, под нами дерево, он заглох. Пусть включает не травку туда и выруливает хотя бы на дорогу, чтобы его толкнули. Купил, блядь, хлам, нахуй. А, нормально, нормально. Давай, давай, выруливаем. Давай, давай, давай. Ей, блядь, очень тяжело. Купил, хуйню, блядь, ей. Зарываешься, блядь. Че, сел, садись, блядь. Дым, дым, дым. Ну, чуть-чуть там дым. А, мы теперь сцепились, блядь, охуенно. Бампера сцепились. Сцепились реально лбами. Ну, я там типа, ну, ну, вот так вот качался. У меня в этот момент вот так во рту камера ула. А, там можно в зеркале на пол сек заценить. Ща, подождите. Видно или нет? А, не, видимо. Или... Не, 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 это не я, это не я. А, еще купили вот это зеркальное, знаете, чтобы машины не нагревались. Ни разу мы ее не использовали. Использовали только для того, чтобы толкать машину. Пошел. Во, гля, как я поехал на машинке. Бля, охуенно мне было. Мне реально заебись, смотрите. О, гля, поехала моя ласточка. О, сама. Глянь, глянь. О, едет. Все, мы двигаемся к нормальным. Ну, нормально, да, нормально. Машину только, наконец-то. Интересно, Игорь Ник вставил про этот, какое-то там минное поле, там, знаки, черепавок, эти всякие хуйня. Ну, было охуенно. Я катался, мне понравилось. Мне нравится по бездорожью кататься. Если я по дороге еду, мне всегда страшно, что я что-то не так сделаю. И какую-то машину подрежу или что-нибудь такое. Вот. А когда по бездорожью, просто заебись берешь, едешь, кайфуешь. На кайфере. А, по-моему, это та самая дорога. Короче, она чуть-чуть идет вниз, и она полностью из песка состоит. И мы по ней съехали, приехали в какую-то деревню, спрашивая мужика, здравствуйте, а как отсюда выехать? Он говорит, ну, по этой песчаной дороге. А мы говорим, ну, мы по ней не выйдем, потому что она наверх из песка. Он говорит, ну, значит, не выйдите. Все, блядь. Мы плывем, мы плывем, Игорь. Да, 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 это та дорога. По ней прям просто плывешь, что там нет управления. Ты колеса крутишь, похуй, потому что он песок весь сыпл. Поэтому супер не гони, наверное. Мы не имеем права понижать, блядь. Не останавливайся, Кирилл. Красавчик, красавчик. Ну, дедовские машины ты сможешь водить. Ну, я имею в виду вот это говно. Хорош. Вы не торгуете мою молодежку. Бля, вентилятор, конечно, у Костика там пиздец, наверное, охуенный. Вы можете оставлять маканом, а мы скатаемся. Или стойте здесь. У вас я не сомневаюсь. Ваня, это стремная хуйня, на самом деле. Вы видели это кладбище, и это мертвую деревню. Походу, все, кто были, кто жили, похоронены на этом кладбище. Я кладбище не видел. Хорошо, что мы не смотрели. Там есть история, кто новый Игорь Еникса на стриме был. Там я, где рассказывали мы. Но я вам расскажу, перескажу. Я вам придумал еще разок. Не случайно, наверное, да. Там Игорь Еникс на эти могилы плевал. Билон умерший в Данииле. Сейчас, сейчас. Билон прикольный. Блин, мы съехали с маршрута, мы не туда едем. Бля, мы повернули, походу, не туда, нам надо левее. Поворот не туда. Вот представь, вы едете на тачке, заброшенная деревня. Мы сейчас, мы заброшенная деревня. Кладбище, блядь. И вот это вот. Вот это вот. Да, там достаточно страшный силуэт был. Потому что выцвела, типа, цвет кожи выцвел в полностью белый. И похоже на призрака. Ребята, там спереди стоит женщина. Ну или чучело женщины, я не понимаю. По-моему, это все-таки пугало, мне кажется. Но может быть, это и призрак какой-то. Кто раньше жил в этой деревне. А, это все лишь призрак. А, нормально. Мы свернули не туда, сейчас Костя сказал, если чем. И мы едем обратно, мы тут ехали хуй знает куда. По этой дороге оказалось где-то не... Потом оказалось, что все-таки туда, и мы опять туда поедем. Там свернули. Ну это документальный фильм будет, если что, на 7 часов. Час блуждания, и я наконец-то могу выйти покайфовать. У меня есть лайфхак. Бутылочка на газе. Ну только так, блядь. Ну зацените, вот газ, просто вставляет... Там дырка, кстати, как будто специально для бутылки. Вставляешь в бутылку, она на газ жмет, и все, машина не глохнет. Все, заебись. Короче, мы поняли одно, мы дебил. В чем проблема? Во-первых... Охуел. Во-первых, мы поэтому... Песку вообще ничего не можем... Дебил. В чем проблема? Во-первых, мы по этому песку... Вообще ничего не можем сделать. А, во-вторых, мы отсюда не уедем. А, да, во-вторых, мы не можем теперь выпить. А, что сейчас происходит? Видите горка? Мою машину специально ставят на горку, чтобы потом ее не толкать, а чтобы я просто покатился и завелся. Потому что мы сюда приехали с горки по песку. Вот. Обратно мы не заедем. На танки можно заехать. И все. Нам житель сказал туда не ехать. Житель. Вот так он сказал. Да, он сказал туда не ехать, туда не ехать, туда не ехать. Моя идея... Вот тут бурлит. Прям реально кипит, Жишка. Слышите? Ч-ч-ч-ч. Ну там слышно, реально. Ну я даже сейчас слышу. Ну там, ну, поверьте. Ч-ч-ч, блядь, поебать. Я хочу, чтобы зрители послушали, как булькает. Лей, лей, давай. Нет, когда игре неx передо мной стоит. Ай, блядь. И все, кроме него. Не, мне попало в рот. Сейчас, сейчас, сейчас. Те-е-е. Сейчас, 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 вот. Вот это ты вообще красавчик. Ну там булькает, ну вы слышите, да? А, кстати, это гениальная хуйня. Я, возможно, ее Соня выкинула. Возможно, я ее найду и я ее тоже могу разыграть. Потому что она с нами всегда была в машине. Она не попадала в обзоры. Но это одна из самых гениальных хуйнь. Мы просто купили распрыскиватель для того, чтобы на себя пшикать. Вот он, видите? Это обычный распрыскиватель, потому что мы были в пустыне, было пиздец, жарко. И мы просто на себя вот так пшикали. С нас микромолекулы воды испарялись. И мы сразу охлаждались. Это я, гений, додумался, блядь. Кто-то пернул. Вот. Прям бурлит жестко. И что-то там шатается. И туда. Налево. Секс. Наша работа. Правильно, правильно. Были много было. Подрема, что были. У меня даже вьюк. Мы здесь были и нам сказали сюда не едьте. И мы сюда. Потому что черепа. Ни хуя не пять часов поисков. Пять часов, блядь. Мы стояли просто нахуй на месте. И ни хуя не делали. Потому что ждали вот эту вот машину. Ну и там часа три прошло, наверное. Не пять. А что там вообще не проваливается? Подпишем, можно ехать. А, ну и, наверное, в тот момент было два прикола. Я не знаю, остановите меня. Во-первых, там Игорь Иникс, по-моему, вот между вот этими местами. Плюнул на могилу. Вот. Во-вторых, ну, про... Блядь, по-моему, есть видео где-то. Игорь Иникс, ты здесь? Позвони мне, если ты здесь. Видео есть про знаки, про черепа и про все такое. А, стоп, будет еще. Все, я... Я попробую. Не, чувак, я уже сел. Ну, в ГТА РП, конечно. Это было опрометчиво. А чего он так легко? А, да, это уже место, где гонки. Пизда, вы легко приезжаете. Я все, я сел. Все, я сел. Ну, сел так. Все, я закопал столько, что. Мы ничего не хотим сказать, да. Шутки, шутки. Да, но Костя опять застрял. Я не застревал. Тут песочка чуть-чуть. Это победа. Нет, не то, что победа. Едет в машину, нормально. Вот мы так же бы ездили, если бы нас пропустили. Давай проверим. Ну, сейчас, может быть, что-то жалко. Костя, жалко. Как ему легко, офигеть. Потому что это Mitsubishi. Он даже не почувствовал. Это Mitsubishi, а не Audi. Может быть, не меня надо снимать, когда достают машину, а машину? Жестко. Ну что, господа, вентилятор на месте. У меня сейчас первый тестовый заезд. Там все равно до хера песка. Нужно просто газ в пол. Не ошибиться, не сойти с трассы. И тогда я смогу и проехать. У нас по одному тестовому заезду. А потом... Гонка. А потом, блядь, два часа нихуя не делание. Ну, там... Я не знаю, это будет в монтажке или нет. Let's go! Ебать там камер было, пиздец. Как будто фильм снимали. Вы заметили, на старте 4 камеры сменялись. Натрасы. Нормально? Ну, как сказалось. Реклама. Нет, не закапывайся. Нет, 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 нет. Давай, давай, давай. Прикольно. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Это газ в пол. Все пизда. Да, нормально. Короче, мы... Самое главное, когда я поеду. Не те машины мы взяли, чувак. Вообще не те машины. А, да? Застрял Кластик Смерч на тестовом своем заезде. Гляньте, как круто еду. Как здесь ездить? Я утопаю. Каким образом? Это реально, ну... Ну, короче, я могу с чем сравнить. Знаете, фильм... Мультик был. Динозавр. Динозавр. И они там все хотели пить люто. И они, короче, вот так вот подпрыгивали в конце и приземлялись на землю. И земля просто проваливалась и наполнялась водой. Вот то же самое, но только без наполнения водой. Ты просто наступаешь и сразу вот просто по форме ноги, как снег. Проваливается. Озывучие пески. Я когда наступаю, подо мной, ну, проминается прям. Так, я запомнил, короче. Надо ехать там, где растет трава. Там более твердая почва. Вот здесь он начал остревать. Вот тут он уже начал буксовать, там он не справился. Но я как-то затащил. Надо ближе вот по этой части ехать. И туда по прямой. И я не застрял. Желестно. Я так делаю вид, как будто, блядь, 100 тысяч человек уже не посмотрело этот ролик. Как будто они не знают концовку. Это я, это я сейчас поеду. Ля, блядь. Сука, глядь. Ну, блядь. Так. Пока хорошо. Закапываемся чуть-чуть. Даю минимальную траекторию, как Дима говорил. Даю, даю, даю. Даю. Скорость, 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 скорость. Давай, 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 давай. Ну, трусики в этот раз не помахиваем. Сейчас, сейчас. Закопались. За секунду просто. Ну, так. Я не знаю, во сколько мы закопались, вы только видите. Нормально, сколько больше. Ну, о, 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 отказался. Тут не проехать. А? Не проехать. Мы минимальную траекторию взяли. не ну адреналинчик такой как подъехали на спасать заметил я прибежал костика смерча снимать да да сам кости смерча сидит в своем корыте ковыряется ну просто запомнил ты молодец не у нас все было лучше давай нашу яму давай ну мы с вами дальше вот костины следы вот прям вот тут они и вот наши наши дальше мы дальше прыгали не проехали мы пробные заезды по одному застревали примерно в одном месте до поняли что эти машины вообще сюда не подходят для пикапа девочек кто дальше доедет тасс и к не вырезал крутой да и на этом мы закончим записки сумасшедшего что я могу сказать можете меня поздравить наша команда гений они решили поехать в более сурок рассказываю по центре у нас произошли тестовые заезды на этих тестовых заездах вертолет блять ментовские сигналы только не хватает чтобы еще человек паук блять между зданий нахуй летел ну ладно рассказываю у нас там очень шумели машины и на заднем плане вы могли заметить ну дома ну люди блять же ну которые там живут они выходят из этих домов и говорят вы чё ебанутые пошли нахуй отсюда мы говорим мы снимаем ролик вот и такая женщина говорит блять короче у нас тут много туристов проезжает вы мне только спасибо скажите она 10 тысяч раз повторила вы мне спасибо скажите я вас могу отправить на красные пески там песок реально красный там пиздец но не езжайте туда там люди на мотоциклах застревают на крутых машинах застревают блять вот сходите туда пешком просто посмотрите мне сердце бабуся ну намекала съебите нахуй отсюда да и не снимайте здесь свое говно вот она говорит блять вы мне спасибо скажите сходите посмотрите в итоге эти ребята которые нас должны были доставать из песка они такие ну сейчас скажем спасибо сели на эту машину поехали приехали в место где нет интернета блять вот и мы сидим их просто нету час вот и у меня появляется на секунду интернет и мне от марины приходит сообщение мы застряли в песке что-то надо делать блять вот и костик смерч такой а ну раз они застряли в песке я то точно не застряну я возьму эти сантраки блять и поеду туда к ним и короче мы просто спали этот отдыхали мы сначала их час ждали блять потом еще час спали вот отдыхали потом мэлшер мэлшеру надоело спать он вышел пошел нашел гигантский куст ну хуй пойми какой травы ну просто гигантский такой куст ну просто абстрактной травы блять какой-то амброзии вот завязал с нектаром и амброзии вот он просто притащил этот куст гигантский положил блять к нам машину у нас на заднем сиденье блять борщевик лежал блять вот ну такая лечебная трава как его подорожник подорожник чисто подлечиться вот потом ну кстати это уже такая полу осудительная хуйня он начинал отрывать блять куски этого каштана и к костику смерчем машину подкидывать блять вот такую смешную да ну да такую которую семена нюхач находит да да не показалось что там слишком просто где мы находимся для pajero поэтому они уехали и угадайте что они застряли конечно же да поэтому оставайте мне удачи мне теперь одному два километра тащить вот это потому что он сам застрял там было некрасиво знаете мне не понравилось то что те ребята которые сидели вот в той машине которая застряла они застряли там и такие говорят ему ну и где носу в марине марине говорят ну и где твой костик смерч блять вот ну я про сами туда поехали сами там застряли блять вот костя за ними поехал их спасать хуй пойми куда потому что геометку и он пошел их спасать вот и они его сидели ждали и горели ну и где твой костик смерч но это просто пиздец не унываем нормально доставали конечно марина наверно прогазовывала но нормально там красные пески вы спасибо скажете кстати меня там не было я в это время что да я встретил артура по итогу мы тащим с траки уже наверно сколько уже нас километр нам еще столько же их нести просто просто куски блять металла они вернулись но чтобы понимали только у нас машине холодильник был помните вам рассказал то что у меня охуенный холодильник у меня все хотели пить брать потому что они на два часа застряли в пустыне у них не было воды они пришли высосали весь мой холодильник холодной водички но я себя чувствовал героем потому что я-то додумался взять холодильник я гений мы решаем кто первый сейчас поедет у нас задача кто дальше проедет максимально разгоняемся по траве сначала потом там начинается песок просто газ пол кто дальше проедет тот победил все кто первый поедет решает я за орла орешка 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 орел это я хочу первым ну на самом деле удачи мы все уже устали там полностью девственно и там ничего не наррата на просто девственный сразу песок я либо круче себе делаю либо ну и ему гавняю либо я наоборот ему трамбовую песок ему только лучше становится это не очень непонятно что как оказалось видимо второе все я волнуюсь но уже пора домой все погнали погнали за меня толкать я очень рад что я еду первый у нас есть план гениальный мы проезжаем первую и по пути сбрасываем кожурки от банана биологически разлагающийся мусор который пропадает за пару дней но при этом они подскальзываются и у них игорь я надеюсь мы сегодня побеждаем мы победим уже победили по факту у нас все лучше все брали из нашего холодильника да все охлаждались от нашего всем или с нашей водой до с чужую свою воду перекладывали в наш холодильник понял куда ехать на первой передаче я игорь и увижу почему на первой кость не а я у димы спрошу на 1 1 маска на 1 ты бы на какой я на 1 поеду у себя я буду просто к спу на 1 херач в отсечку мотора и все верить а мне подали я бы хотел тогда побольше расстояния разогнаться погнала ласточка для квадрокоптер кстати потом когда мы приехали кости говорит но квадрокоптер полетел но по моему марина забыла запись нажать я обосрался в этот момент но оказалось не за для летит лучшая машина в мире поставить и какие охуенные кадры что-то она уже подымливать начала тактим мы победили мы победили да там был короче зацените холм и за ним ничего не видно и я думал то что там ну есть шанс то что там обрыв но надо было победить костика смерча мы-то пристегнуты было проверим нормально пустыне это я да мы как-то так неожиданно начали закапываться ехали ехали все заебись я думал до конца доедем я не знаю но мы тут не повернем уже но я уже все начата для это победа гляньте как на пляж нет это реально пустынный песок миллионы метров проехали это победа это победа мы победили сто процентов всем так интересно да кто победит ребята 100 миллиард процентов мы победили охренеть желтый песок этот победы надо на вкус его попробовать ты понимаешь внутри где он стоял они думали то что это максимум подожди оба бананы надо раскидать но он не доедет это нужно в самое начало идти давай здесь раскидаем вот вот сами вот по этой линии чтобы он подскользнулся здесь на банане он решит поехать если по моей колье он подумает то что я утрамбовал тут банан здесь тоже банана не подскользнулся на кожурках вот здесь баня и вот здесь банан это гениально я чувствую победу не чувствую как тебе только не проехали офигенно у меня сначала хотели мал шара высаживать потому что чем больше ну типа в машине есть вещей тем она тяжелее она больше закапывается но нам пока них гораздо проехать на тебе думал выезжаешь них моральный дух упал у чебоксара ни хуя чё у него получше съемочка блять гараж за хуяля я вот тут думал то что он уже под закопается если честно бананы бананы а не понял куда закапывается ну бананы не сработали если бананы сработали надо может было больше бананов кино да да мы видели да сколько ты вообще совершенно другая две колеи видишь тут на самом деле почти близко к ничьей максимально ну типа серьезно не прикольно мне понравилось я расстроился но эмоции были прикольно да очень прикольно не страшно было чуть-чуть да есть такое да поэтому на самом деле да это практически ничья спасибо я хочу в димочки я крутой кажется она не захопана кажется это докажется на ней даже выиграл она начал останавливаться ты бы начал доехать дальше поехал надо было диме говорит да я хотел просто чтобы я не отпускал я выжимал готэм сити вот она не завязывался доехать да я пробую все я на сцепление короче давай просто вытащим ее и все разберемся на нормальный поверхность не говорите кирилл а как мою вытаскивали всем похуй мою я там чуть не уебался в забор вообще-то мужику я просто снимал себя говорю вот меня тянут типа охуенно меня на трусе тянут говорю пацаны у меня автопилот мне все заебись и потом я слышу меня начинают сигнале типа возьми руль блять потому что мы уже на нормальную поверхность выехали я еду в это лучший забор финал это просто лучший финал че это у него в двери там еще я научился втыкать передачи чувак короче а ну вовремя есть хитрость все я освоил эту машину на все 100 смотри вот она мне не втыкалась да ты спросишь почему а потому что надо приподнять и воткнуть и такой опа она ну не прям сто процентов но втыкается она уже еле-еле держится потом опа тут отвалилась тут развалилась все надо сейчас подсовщик португать господа на этом все наши мучения закончились у меня топовые эмоции это не мучение это лучшие эмоции в моей жизни потому что я не доставал два часа машину из песка блять ставьте лайки на самом деле да ладно эмоции были крутые правда спасибо за про топовые оператора нахуй просто блять ну можно было меня вообще обрезать смотр ставьте лайки подписывайтесь на канал надеюсь тут еще будут крутые видосы но это мы увидим по вашему активу вот да все всем пока ну нормально короче нормально и тогда мои господа в честь в честь этого ролика весь хлам который мне удалось достать из машины значит поехали во первых во первых секс наша работа прям оттуда до сих пор еще пахнет прямо из хламидии поехали дальше мячик который был до этого диско шаром это тоже в посылку будет положено трусики девчули те самые трусики девчули вот купленные в ашане и намазанные шоколадкой вот которые висели на зеркале и дальше у нас собой там это было на секунду показано потому что это видите ли было слишком кринжова но мы с собой в этой машине возили как жить если у тебя огромный пенис книжка была с собой взята ну просто чтобы подчеркнуть да вот вот такая вот тема вот ну и собственно из машины сейчас я уточню они я прошу прощения самое главное самое главное ford fiesta ford fiesta пригласил в пекарню чиксу замесил ей тесто я оторвал с фронтальной части значок хламидии вот тут даже сзади чуть-чуть есть куски краски и нормально вот то есть вот это вот это призы из хламидии вот нормально кучерявые призы из хламидии но у меня я еще один хлам подготовил и я его отдельно хотел разыграть а потом я подумал что мне похуй поэтому есть еще приколы которые я положу в посылку когда мы в адыгею ездили мы спуск но спускались на рафте по реке вот и мы плыли по реке и там просто камням прибился мячик вот мы на рафте подплыли толпой к этому мячику забрали его из адыгеи привезли сюда я его сдул ну я все здесь дул потому что просто не поместилось бы в посылку когда я его сдавал чтобы понимали он наверно 5 миллиардов лет там был потому что когда оттуда выдавался воздух он очень вонял вот вот этот вот мячик никому не нужный но он был добыт интересным путем он был добыт коллеги ютуберов и блогеров кучерявых сейчас секундочку еще прошу прощения может быть нет больше тут все и еще кое-что из адыгеи мы добывали вот такие камешки они у меня тут лежат с момента как мы приехали мы их рассказать это какой-то кольцит мы просто на берегу реки река белая из нее из гор вымывают всякие хуйни которым по миллиарду лет вот и соня добыла вот эти вот вы блять но тут вот вы именно если прям очень близко я не знаю это надо в реале смотреть ну то есть такая прикольная горная порода это тоже было добыто ну чисто руками до сониными вот вот это все я складываю вам посылочку но наверное самое главное естественно это то что было в хламидии трусики девчули секс наша работа и самое главное значок форда вот это все я короче предполагал но оказалось то что не очень законно будет скрутить номера с хламидии и их тоже положить поэтому вот такая вот посылочка я ее складываю но наверное я ее уже отправлю после операции сейчас я я вот сейчас планирую заскалить на вот эту вот кучерявую посылку вот и нормально вот сейчас секундочку а прошу прощения мне еще отправят да я вот у меня тут лежит это тоже как бы в подарок будет отправлено вот вот такая вот шняшка вот чисто тоже я ну в подарочек туда положу потому что она у меня здесь лежит вот мне пришлют мне новые пришлют вот вот это все я думаю минут на десять я скам запущу мнение не очень интересно я хочу еще там как жить с огромным членом это же тебе игорь на dr подарил куда ты отдаешь а я ее прочитал вот я должен это знание в мир запустить сейчас секундочку